Ииии так, всем приветствую вас, Сталс, сегодня мы продолжаем проходить Ведьмака второго, убийца королей. Что ты мне хочешь сказать? Давай, скажи что-нибудь, давай, ну не ладно, ну не ладно, ну как хочешь. В какую сторону, я не помню, идти, по идее в ту, если там дверь открыта, значит в эту погнали. А, да. Ох ты, выблядок, ядрись ты в рот прогибом, я тебя зубами порву, слышишь? На меня-то чё агриться-то, я ничего не сделал. Нормально он так совершил. О, автоматическое сохранение, недалеко до него было, ладно. Так, я не особо всё вижу. Дубину, почему нет? Так, ты в руку её взял? Ааа, как мне копировать эту дубину? А, подожди, а зачем? Что-то я не понял. Дубина где? А, дубина вот. Хотя зачем? А, хотя если драться, то... Так, подожди. Подожди. Убери дубину пока. Берешься здесь. Государство выстелим, которого титулуются императором. Ты дурачу. Ах ты, кунья морда! Ладно так, ещё разочек. Попытка номер 530 тысяч миллион. Хотя это вторая попытка, но всё равно. Пахнет она не особо приятно. Как и прошлое. Я не знаю, можно ли как-нибудь быстро это брать всё? Потому что что-то как-то неудобно. Так, давай сберешься здесь. Я не помню, как просто вырубать. Я давно не играл, видимо, как давно не захотел. Так, правая или левая кнопка мыши? Надо спать, подожди. Левая кнопка мыши выключает огонь. Значит, правая. Окей. Погнали. Спина? Вроде нет. А, да? Тихо. Спокойствие. Только спокойствие. Иди налево и я за тобой. Большой крылатый пышет огнём. Ммм, может быть, кун... А? Что это было? Интересный у тебя обход. Куда он идёт? куда ж ты что с твоим что стоит что с твоим путем скажи мне плюс хотя бы огонь уже не включает государство вы стилин которого титулуются императором тимере не подход это точно вырубай а тебя это не волнует его это очень сильно волнует они отдыхают не обращай внимание не просто туда не иди так иди обратно должно получше за свечу огня отогнать нечистого так вы дожди ты же это я это я заберу это это выключи и пожалуйста вот взять и не огонь ну взять вот взять я не знаю сколько здесь врагов надеюсь уже трое лежат отдыхают уже просто перед пытаются передохнуть у них у них очень трудный день сегодня вот они отдыхают серьезно на таком расстоянии труба ошибаюсь так но врагов на карте видно кстати это удобно он идет обратно это мне не по себе прям сделался это да мне вот тоже отдыхаем все хорошо фу блин удобно давайте ему отдадим дубину а хоть как он будет сражаться он сейчас даже еле-еле на ногах стоит ты бегать не умеет я забыл то что геральт бегать что-то как-то не особо быстро бегает вот сейчас он может бегать как не знаю кто у него скорость у скорость звука должна быть давай говорить давай помоги мне встать ну короче вы поняли да я немножечко вот так вот сделал да на паузу поставил но все хорошо так понятно спасибо я вас понял сюда по лестнице наверх окей по лестнице наверх кстати а что мы тут хотим 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 найти хотим он ненадолго исчез дойдем направо помочь арену сеть вторая дверь налево это масло хранилище играть что ты хочешь сжечь это все действие сам пошел а здесь идем со мной ты здесь ничем не поможешь нет у меня здесь дела какие собрался воевать в одиночку для таких дел помощь не нужна уверен прощай ведьмак ну что же ну такой себе такой себе исчезли так опять ладно тебе зачем с какого момента здесь нельзя сохранить от какого момента можно я пытаюсь сохранить сюда дать мне а этот лишь сюда вот это нехорошо я деля сохранить я могу с ними не нравится печальный конец очень печальный но ничего сейчас мы разберемся с вами ребят а где-то инвентарь и где меч это сейчас это видеть сюда хотя не думаю что сейчас вообще какой-либо пробки сюда ну что давайте вот так вот я вижу я могу что-то взять создавать рис подожди да я полутаю какого а вам буду сковывать мне вот это интересное ну по идее я кому-то должен их продавать так что так убери да ладно здравствуйте доброго тебе дня ядрить его это точно наше скотина обязательно было поджигать замок и должен был выбраться незаметно зачем проливать реки крови и оставил мне ключ от кандалов но не шапку невидимку трис как ты я больше не королевская советница я потеряла должность дом в эзиме говорят я ведьмачья любовница девка королевского убийцы вот цена игры политику мы еще вернемся вернем себе добрые ну люди болтают то что им велят да все я знаю когда мы найдем убийцу короля все они запоют по-другому хорошо об этом позаботиться я верно говорю шпион я не шпион но в общем все правильно нет короля нет законов теперь в тимерии правят гниды вроде кимбольта и моровеля только старый ян наталис еще может навести порядок наталис далеко кроме того у него нет шансов на корону он слишком низкого происхождения в отличие от барона кимбольт не время рассуждать о политике ты узнал что-нибудь об убийце неделю назад мой информатор во флотземе сообщил что с ёрвитом видели здорового лысого мужика его портрет совпадает с твоим описанием значит флотзем долго туда плыть пару дней фактория лежит в лесах на границе с айдирном там хозяйничает ёрвит вы готовы? отправляемся трейс давай уединимся ты займешься моими ранами да и расскажешь о Йеннифер все в подробностях даже о том о чем говорить не хочется даже о том что может быть больно кто это все на палубу и на швартовых берегите борт якорь чист капитан якорь ну что сваливаем в другие земли не знаю как они называются но в другие земли а кстати а как вообще называется материя во ведьмаке честь забавная штука она заставила ариана вступить в неравный бой с темерией а когда он был побежден честь склонила голову ариана чтобы спасти жизни его людей но не дала выжить ему самому да лучше бы немного по-другому биглетт подозреваю если к тебе пристанет прозвище убийца королей жить на этом свете становится нелегко особенно кому-нибудь вроде геральта вот же бедняга я давно его знаю уверен что все эти короли и политика нужны ему как прошлогодний снег ну ладно ладно мы же не всегда получаем от жизни то что хотим иногда приходится общаться даже с такими неприятными типами как Вернан Роше нет я не оправдываюсь но у меня для такого знакомства были как сказать ну свои причины весь путь по реке до Флотсома ведьмак провел в разговорах до поздней ночи Трис рассказывала ему забытые истории дитя неожиданность губительная любовь которая связывала его с чародейкой Енифер Трис рассказывала истории жизни которые его лишили вы заскучали? и все же не откладывайте повествование друзья мои один примечательнейший персонаж вот-вот предстанет перед вами на виселице чего очень примечательный да персонаж на виселице уже приметил а и верно двумя местами чего и 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 достаточно сильный дом а что это за головаст что это за и 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 что-то пошло не по плану убери оружие эльф я пришел поговорить кланяйся в пол вон видишь пенценосец это димовент милостью божией король айдирна долины понтера и прочее и прочее а ты друг нелюдей у меня есть предложение говори быстро и по делу у тебя есть время пока головоглаз не вернется я могу добыть еще голов все монарши дальше сперва фольтест но мне нужна помощь поэдирне я едва ушел от облавы мне нужны ваши убежища карты потайных троп мне нужна помощь с кэтаэлей я делаю это не ради золота и не жажду славы тогда зачем долго объяснять твоя тварь уже сожрала накера тебе пора мы договорились эльф не неприятная зрелищина подожди секунда секунда подожди это видимо несколько дней после побед границы тимири и айдирна сука русалка здрасте с мечом и щитом гербы всякие у нас здесь на плагах на парусах я вижу сундук который можно складывать это радует ну почему ты в капюшоне снимешь за мысом уже должен быть флотзом мы пойдем берегом мы это кто ты и я на разведку я иду с вами не стоит там может быть опасно неизвестно как нас примут да куда вы одни пойдете должен же за вами кто-нибудь приглядывать она всегда такая ну так не знаю так тут у нас ну что перелазы есть вести от а подождя что лучше вот это или ранее плюс 2 легкая вещь ранее плюс 2 2 плюс 5 они одинаковые но тогда хочу вот это в лесу гавань закрыта не некоторые торчат тут больше месяца но через лес ты всегда пройти можно в лесу йорвит чертёж из мачу серебряного меча а блин у меня только один меч тогда возьмем дубину а нет зачем вторым мечом дубину брать а чё вы замолчали ты знаешь где мы в лесу очень смешно ты знаешь кому принадлежит этот лес может йорвиту я знаю о долине понтера больше чем ты думаешь и мне известно что фольтест отобрал эти земли у димовенда несколько лет назад полагает принимал в этом участие слышите смердит эльфами так я не понимаю то ли они быстрее меня то ли в какой-то момент я стал быстрее как так зайдем о привет дубка плит это вернан роше последние четыре года командовал особым подразделением служит королю тимири лично отвечал за усмирение пред горе махакама охотник на эльфов убийца женщин и детей дважды награжден за проявленную отвагу йорвит самый обычный выродок я так ждал нашей встречи строил планы готовил ловушки а тут пожалуйста ты сам явился в мой лес ты помог убить моего короля король или бродяга разницы нет одним тхойны меньше попробуем взять живым знаешь подходящее заклинание отвлеки его мне надо сконцентрироваться давай слезай вниз и покончим с этим я жду ха ты человек бесчестия вернан роше мерзкое насекомое которое я раздавлю о старая эльфская песенка о чем ты ведьмак знаешь сколько я видел таких как ты гордых аэн сейтхи которые прячутся по лесам и чем они беспомощнее тем больше жестокости они творят я помог убить короля тараканов ты меня называешь беспомощным ты меня еще террористом назови нет ведьмак за свободу нужно драться никто ее просто так не даст очередной эльфский старец с телом юноши пытается спрятать правду за изысканными словами правду дело не в расе да и не в свободе даже месть тут ни при чем вы здесь только потому что кто-то очень влиятельный так захотел тот кто вас использует и неважно корона у него волшебная палочка или он заправляет богатой гильдией одно знаю точно ни ваша свобода ни ваши уши его не волнуют у вас уже была похожая история с нильфгардом и сейчас она повторяется или может быть я ошибаюсь ошибаешься никто больше не будет использовать скетаэлей кого ты хочешь убедить меня самого себя или твоих лучников которые прячутся в кустах Трис давай ну почти гейнстар спайр петлан фор что за кленать что за магия так удобный удобный щит да уж это поможет тридж ты в порядке прекрасно отвратительно понял ну займись лучниками они уже близко ну окей а ты защищай ее тогда Геральт заклинание еще держится не отходи что происходит ты вырубил один порог мотыльков у нас больше не будет так что сваливаем на корабль нет с той стороны их еще больше будем пробиваться к флотзаму так по идее они во а ты думала кто я тебе не мешок картошки и не солдафон я женщина я заметил меня тошнит отвратительно как он может не трястись подруга ну ладно все в порядке ублюдки что там я вижу только твои сапоги давай где этот гребаный город следующий я почти поверил что мы выберемся трис барьер исчезает трис быстрее он исчезает да еще немного магии еще капельку убей геральт кук белки атакуют тревога белки у них магии атак давайте 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 это не надо нам это там не нет отходим о кстати он так быстрее почему то Делай это все. Сейчас. Все, успокоились. Вы знакомы? Довольно близко, только он уже не помнит. Потому я и застал его врасплох, когда убивал Фольтеста. Не бойся, эльф. Я знаю и Геральта, и его слабости. Слишком много магии разом. От этого и умереть можно. Ты видел? Да, убийца и Йорвет. Живые? Вы кто? Значит, вы кто будете? Я ведьмак. Купец-бокалейщик. Эмгир-ван-эмрейс. Купец? Бокалейщик. Ага. А это? Добрый человек. Мы чудом избежали смерти. Будь любезен. Покажи, где тут можно отдохнуть. Позже мы все объясним, если нужно. Ваша правда. На рынок идите. Может, и на казнь поспеете. Смучьянов вешать будут. Краснолюда и барда какого-то. Там еще корчма, бордель. Отдохнуть можно. Мне кажется, я их знаю. Бордель. Это самое важное. Будь здоров. Мне кажется, я их знаю. Купец. Покалейщик. Подозрительно. Их сам Йорвет вил. Посмотришь. Эти приблуды вообще кто? Так, подожди, подожди. Этот, как его? Как я забыл? Как зовут? Я всех зовут. Как барда зовут? Я уже забыл. Лютик и... А кто этот краснолюд? А, Зигфрид? Нет, не знаю. Не помню, серьезно, но... Ааа, как же, да. Ммм, я, да. Если это... Опа. Пойдешь висельников, смотри. Где висельница? Где висельница? По-моему, солянка готова. Иду, 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 иду. Где висельница? Так, как пойти? Куда, да? Неохота посмотреть на это представление, если честно. Ммм, знакомая картина. Знакомый... У меня знакомый портрет, знакомый... Ты все знакомы? Мда, мне кажется, я их знаю. Вот видите, те двоих посередине? Вот там... А, или нет? Ну, мне кажется, двое посередине. Если нет, то значит, двое слева. Двое слева. Где вы там? Ну, ладно. Золтан. Лютик. Мой агент. Прекрасно. Идеи есть? Импровизируем. Плохо. Из крови. Конечно. Мы постараемся. Отдыхай, отдыхай. Геральт! Геральт! Ты здесь! Спаси меня! Подумай, как освободить лютика из золота. Ф-5, срочно. Срочно, срочно. Потому что я не предоставляю. А, а, точно. Давай. Собака. А ну, седой! Осади! Что тут происходит? Э-э-э... Уйди с дороги. Я лично знаю этих двоих и не позволю их повесить. Да мне посрать, кого ты знаешь. По закону они должны висеть. А что случилось? Сейчас и ты к ним пойдешь. За что их казнят? С виду они не слишком грозные. Так они с белками якшались. Девки скотоельские. А Лютик что, тоже эльфский шпион? А вот его за распутство вздернут. За что? Барда повесить за распутство. Так в приговоре сказано. А приговор, ваш милший ведьмак, это вам не что-нибудь? Люди, вы верите... И вы верите кому? Люди! Я раньше не слышал, чтобы в славном королевстве Тимерии вешали за распутство. Здесь вам не нильфга, а арт. Иди-ка отсюда, во чудной. А то я за себя не ручаюсь. Забаву людям портит. Может, и чудной, а дело говорит. Я вот тоже бабу потискать не прочь. Так что ж, и меня в петлю тащить? Господин Стражник к нам тоже пару раз захаживал. Только без распутства. Иди отсюда, Вагарвена. Тут тебе не бордель. Я пойду. Только скажу, что охота-то у него была. Да вот. Остановите казнь. Рифмоплёт должен висеть и будет висеть. Здесь город порядочный. А блядям и ведьмакам слова не давали. Следите, что говорите, господин Стражник. В ведьмаках я не разбираюсь. А вот Гарвена баба порядочная. А ну заткнуть хайло всем! Тишина! Слушайте, слушайте. У этого вояки божьим попущением яйца гниют. Захлопни пасть, шлюха! Ты же не станешь бить женщину. Женщину нет! Да и ларень будут болтаться! Давай на кулачках. Давай. Без крови, без крови. Просто вырубаем. Давай. Все одно будут болтаться! Давай, давай, ещё, ещё, ещё. Ну разочек-то поможет. Наверное. Куда, 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 куда? Ты! Иди сюда. Спокойно. Спокойно. У меня сейчас реакция немного на другом сосредоточилась. Давай. Так, её ещё можно спасти, она по идее... Ну, блин, мать. Её по идее можно ещё спасти. Давайте, её нужно... Или уже не. Ну, почти не привлекли внимания, ладно. Что тут такое, мать вашу? Я спрашиваю, что это вы тут вытворяете? Беспредел. Так, накладываю, что... Па-па-па-па-па... Пошёл вон, крушина! Парочку сраных ублюдков стёрнуть не можете! А ты стой спокойно и руки держи на виду. На помосте либо в петле висят, либо речи говорят. А ты что выберешь? Давай поговорим законному на нашей стороне. Казнь незаконна. Правда? Во флотзаме закон это я. Я представляю королевскую власть. Вернон Роше. Так-так. Синие полоски. Охотники на нелюдей. Именно. Каждый подозреваемый в связях с белками находится под моей юрисдикцией. А что с Лютиком? Он действительно осуждён? Он сжёг мою сторожевую вышку. Это тоже в вашей юрисдикции? Я так и думал. Это правда? Так могло показаться. Но я не виноват. Отпущу-ка я вора. Спокойно. Я пошутил. Куда-ка... Ненавижу воров. Я могу устроить ещё одно представление. На этот раз кровавое и без публики. Или мы договоримся. В смысле? Дай мне минуту. Слушайте все. Наверное, каждый из вас слышал о трагедии, случившейся во время осады замка Лавалетов. К сожалению, это не ложь. Король Фольтест убит. Скорее всего, к этому приложили руку с Каетаэли. В эти смутные времена даже король не может чувствовать себя в безопасности. Поэтому сегодня на улице Флотзама выйдут вооружённые патрули. Объявляю военное положение. Ждите указаний. Готовьтесь к бою. Мы будем мстить за нашего короля. А теперь все по домам. Лётик и Золоток свободны. А с ними что? Казни не будет пока что. Скажем, я решил пересмотреть их дело. Виселица не место для беседы. Поговорим у меня. Твоих приятелей я освобожу, но из города их пока не выпустят. Жду тебя вечером. Приходи, как стемнеет. Раньше я буду занят. А, кстати. Добро пожаловать во Флотзам, ведьмак. Не особо приятный городок. Они правда хотели нас повесить. Я... Я не знаю. Я же не хотел сжигать башню. Всё в порядке, Лётик. Идём отсюда. Мы у тебя в долгу, ведьмак. Спасибо тебе. А теперь в трактир. Пойдём, Лётик. Выпьешь, полегчает. Заодно расскажешь о местных дравах, ханжестве и распущенности. Ну, двоих мы, к сожалению, потеряли. Не... Чё-то не... К сожалению, двоих мы потеряли. Ладно, не хотел. Не охота было терять... Ну, подожди. Ты эльф? Нет, обычный. Стоп, подожди. Я не пойму, это эльф или нет. Вроде уж и обычный. Тогда что с ней? Тогда, значит, я не услышал её приговор. Ладно. Ладненько, давайте здесь мы закончим. Вот сюда будем смотреть, потому что там не особо приятное зрелище. Доска объявлений. Может, есть что интересное. Надо будет сейчас... В следующей серии мы уже возьмём задание с доски объявлений. Как-нибудь... Во, тенечек. Во, вот так вот. Ладно. Итак, всем пока. С вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok